К нашему эфиру для обсуждения этой темы присоединяется Адриан Пантюхов, экономист компании Ukraine Economic Outlook. Адриан, приветствуем вас в эфире Freedom. Здравствуйте. Мы могли себе предположить, в принципе, и так и случается, что российская экономика не упадет за один день, но вместе с тем, если долго бить в одну точку, то все-таки можно достигнуть желаемого. На каком этапе сейчас результат, словно вот этих вот ударов, настойчивых по российской экономике, я имею в виду ударов санкционными ограничениями. Сейчас мы знаем, что вводится также пакет санкций, который предусматривает мониторинг уже введенных ограничений, и это их усилит. Так вот, на сегодня какие мы имеем результаты и к чему мы движемся? Результаты мы имеем фактически. Мы можем их посмотреть по статистике. Мы видим про то, как у России не хватает людей, чтобы нанимать на предприятия. Мы видим, что предприятия, которые работают в АПК, начинают тратить на производство той же продукции за год на 40-50% больше. Но в этом формате нужно учитывать определенную меру терпимости, которую имеет русская экономика, к снижению качества жизни. К сожалению, самого краха, который мы ожидаем, что мог бы случиться через какие-то социальные непорядки, его не произойдет. Потому что у российского народа есть определенный опыт прохождения стиля жизни без определенных кризисных изменений в политическом или каком-то строе. По самой экономике сейчас очень понравилось последнее включение касательно статистации и разгона денег. Все максимально корректно. Если смотреть на номинальную инфляцию в России, то за последний месяц она снизилась. Но сейчас мы смотрим на эффекты продукции, которая дешевеет летом и летом ближе к осени и зиме из-за большого количества этой продукции. Если смотреть на базовую инфляцию, которая исключает высоковолативные товары, как пища и энергопродукты, мы видим, что инфляция с 9 до 10% у них растет. В это же время банк центральный объявил о том, что он будет давать дополнительную ликвидность банкам для того, чтобы финансировать бюджетный дефицит. И тут мы видим ситуацию, когда внутри из-за высоких зарплат, из-за необходимости финансировать войну, зарплаты растут, инфляция растет, цены повышаются темпами от 30-50-70% на отдельные пищевые товары. В это же время центральный банк, который должен высокой ставкой, как он и делает, ограничивать эту активность, а это приводит к негативным последствиям, как потенциальное снижение корпоративного кредитования, компаниям будет сложнее брать кредиты. В это же время он повышает ставку и объявляет о дополнительной ликвидности для банковской системы, чтобы разместить в банках облигации внутреннего займа и государства ОФЗ. Поэтому они сейчас живут в определенном парадоксе, и эта ситуация, она несмотря на те резервы, которые у них есть, учитывая те золотовалютные резервы, которые не были заморожены, учитывая фонд благосостояния, который еще может финансировать один-полтора года просто исключительно он, бюджетный дефицит, они существуют. Но долгосрочно ситуация негативная. Но смотрите, мы же всегда слышим про то, что ситуация в России долгосрочно двигается в негативный контекст, но нужно принять, что крах российской экономики, как мы его ожидаем, его вероятнее всего не будет, и нам нужно работать в понимании того, что российская экономика может не обвалиться в определенный момент. У них есть негативные факторы. Те факторы, которые существуют, они действуют нам на пользу. Им сложнее нанимать людей, им нужно печатать больше денег, они вынуждены определенно пересматривать награду за бронение и так далее, для того, чтобы сохранить как-то то количество денег, которое у них есть. Но в крайний момент их станок может работать и дальше. И тот уровень инфлякции, который сейчас у них есть в 10%, это не предел. Мы знаем, что страны, развивающиеся, могут показывать уровень инфляции в 15-20%, не говоря уже про Турцию, где инфляция поднимается до 50%. Если смотреть по социальным настроениям внутри самой страны, то они сами понимают, что их экономика движется не в самое лучшее направление. Они обсуждают очень активно в чате, в каких-то группах повышение цен на продукты, про то, что инфляция, которая показывается, она не настоящая. Они сами обсуждают о том, и у них даже Госстат об этом их говорил, что та продукция, которая есть, она оценивается рост цены на нее исключительно по типу продукции, а не ее качестве. Если условно вы продавали Мерседес в 21-м году, а в 22-м году из-за санкций у вас Мерседесы пропали и остались машины собственного производства, то для Госстата это все равно остается машиной. И то, что цена на нее и качество ее уменьшилось в два раза, а цена осталась такой же, это для инфляции, конечно, хорошо, но фактически для образа жизни не очень. Еще с точки зрения проблемы инфляции, ключевая, которая есть, несмотря на то, что инфляция высокая, в России цифры роста ВВП остаются положительными. Их экономика растет на 3-3,5%, что показывает, что они до сих пор могут крупными вливаниями государственного финансирования поддерживать экономический рост. Но это есть не совсем корректно, потому что для страны, которая находится в войне, оценивать экономику через ВВП, это значит считать весь тот объем продукции, который ракеты, патроны, который произведен по непонятным ценам, возможно, не рыночным, возможно, специально завышенным, чтобы искривить статистику. И после он исчезает, он не создает никакой дополнительной стоимости внутри экономики, он не действует в каких-то цепочках производства и не остается накоплением стоимости, которая потом может продолжать существовать внутри экономического тела России. Этот товар, он исчезает. И таким образом у нас есть две стороны уравнения. Первое, это растущая зарплата для того, чтобы эти патроны выпускать. И второе, это снижение количества продукции на один рубль, который у них существует. В результате мы видим сильный разгон инфляции. Инфляция дальше будет расти, вероятнее всего, Центральный банк их с 21% рекордной ставки с начала войны поднимет ее дальше до 22-23%, в это же время продолжает выбивать ликвидность. Поэтому тут вопрос скорее не в том, когда экономика России обвалится, насколько она сможет просуществовать в таком состоянии, в это же время поддерживать такую же высокую активность на линии столкновения с нами, потому что поддерживать ее, когда у вас есть спокойное финансирование на привлечение контракта, это одно, когда у вас финансирование начинает заканчиваться, и вам нужно либо проводить мобилизацию, либо снижать количество людей, либо снижать количество оружия, это совершенно другое. Поэтому с точки зрения экономики она у них движется не в том направлении. Приятная новость была от Австрии о том, что они готовы отказаться от российского газа. Приятная новость о том, что доходы от нефти и газа России снижаются. Дополнительная новость о том, что как-то компенсировать потери европейского рынка сейчас не представляется возможным по двум параметрам. Первое, у них нет столько возможностей производить сжиженного газа, чтобы вывезти кораблями, и нет такой трубы, которая сможет даже половину потерянного газа перенаправить в Китай или Индию. Они продолжают им что-то поставлять, но это несоизмеримо с теми потерями, которые они понесли. Но есть и ложка легтя в бочке меда о том, что экономика все же большая, у нее есть определенный запас прочности как финансовый, так и моральный у населения, поэтому рассчитывать на какой-то крак не стоит. Ну, это и лучше для нас, потому что лучше жить с мыслью о том, что вам нужно сделать в 10 раз больше для того, чтобы победить противника, который не собирается исчезать просто так. В результате мы для обычного россиянина в следующее время можно сказать про девальвацию национальной валюты, про увеличение количества продуктов, цены на которых растут двузначными темпами и снижение качества этих продуктов. Но в то же время какого-то резкого краха ожидать не стоит. Андреан, и тут еще очень интересный момент. Я, общаясь с экономистами, на днях услышал такую интересную вещь, что Российской Федерации уже невыгодно в принципе останавливать войну, какой бы она сейчас для Российской Федерации не была, в силу того, что их экономика уже полностью встала на военные рельсы. И завершая войну, это будет еще больший крах в экономике. Вы с этим согласны? Смотрите, очень корректный вопрос, спасибо за него. проблема в том, что экономика, которая начинает перетягивать экономическую активность в сторону одной отрасли, она очень негативно реагирует на тот момент, когда эта отрасль становится ненужной. Сейчас у России есть возможность сфинансировать военно-промышленный комплекс, и это приводит к тому, что и зарплаты в нем, и объемы производства в нем, они повышаются. Это правда. Но это приводит к тому, что этот комплекс, он как пылесос со всей экономики начинает собирать людей, рабочих, мозги, идеи, таланты. Все вместе. В результате другие отрасли, они начинают страдать. Первые, они страдают от того, что они не могут найти людей, они вынуждены повышать зарплаты, несмотря на то, что рентабельность их бизнеса, как в ЭПК, у которого есть прямые контракты, она не растет, они вынуждены выжиматься в рентабельности, возможно закрываться. В это же время они теряют и в инновационных потенциалях, потому что у вас нет возможности привлечь топовых людей по знаниям, когда они могут попросить зарплату в два-три раза выше, чем вы им можете предложить, в секторе ВПК. В это же время этот сектор является проблемным, потому что для экономической статистики он показывает рост ВВП, но фактически для благосостояния населения он не изменяет его вообще никак. В это же время останавливать войну им нужно, потому что вечно жить на военно-промышленном комплексе невозможно. Для того, чтобы жить на нем, можно куда-то его экспортировать. Сейчас немного стран, которые скопают в них оружие, учитывая, что им нужно не экспортировать, а пополнять те запасы. Эта модель она не дееспособна. Модель дееспособна от работы ВПК, вы можете видеть на примере Америки, когда там небольшой процент, но нескольких крупных компаний он продолжает работать параллельно с обычной экономикой. И зарплаты конкурентные как в военном секторе, и зарплаты конкурентные так и в частном. В этом же случае России им останавливать войну, ну, вопрос остановки войны невыгоден, он некорректен, потому что войну вообще вести с точки зрения страны совершенно невыгодно. Вам нужно каким-то образом поддерживать экономическую активность, учитывая, что у вас там гибнут люди, рушатся инфраструктура и так далее. Вопрос того, что посредствия остановки войны для них в данный момент, если они это сделают резко, может быть одним. В данном случае им нужно, ну, давайте так, это уже очень странно такой сценарий придумать вообще, но если они планируют потенциально снизить эффект для своей экономики, то они должны постепенно выходить из состояния зависимости от сектора ППК, а сделать сейчас, учитывая потери в технике, потери в людях, это невозможно. Поэтому у них условная ситуация ловушки, и как выходить они из нее будут, я не знаю. Ну, это же хорошо для нас, поэтому будем смотреть, как это будет развиваться. Адриан, благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Адриан Пантехов, с нами был на связи экономист компании Ukraine Economic Outlook. Оставайтесь и далее вместе с Freedom, оставайтесь на стороне правды. У нас новая тема через пару минут.